Современные постройки и дорогие автомобили. Эту часть, скрытая высоким забором частной жизни собственника участка, можно увидеть только под определенным углом, проезжая мимо на автомобиле. Лучше всего обзор владения открывается с самой верхней точки. По нашим данным, это лишь малая часть активов отнюдь не сказочного маркиза Карабаса, а вполне реального предпринимателя Аркадия Евстафьева. Пол его активов в Саратовской области обширен от лишенной сертификата эксплуатанта после авиакатастрофы авиакомпании «Саратовские авиалинии» до информационного агентства «Свободные новости», «Банка агророс» и «Сельскохозяйственных земель». Поэтому Болтайский район не зря называют «вотчиной бизнесмена». Тут, куда ни глянь, везде можно ощутить его незримое присутствие. А ведь известно, что сильным мира сего положено чуть больше, чем простым смертным. Поэтому неудивительно, что контрольные органы часто не замечают. А если и замечают, то совсем не реагируют на нарушение закона со стороны подобных персоналей. Вот, к примеру, поместье, расположенное в селе Дангус на улице Бахарева. Официально обширный земельный участок под постройками имеет статус «для ведения личного подсобного хозяйства». И все бы хорошо, кроме одного. По территории протекает ручей Ермоловка. Как и у любого водного объекта, у него есть прибрежная защитная полоса, для которой действует особый охранный режим, ограничивающий как гражданский оборот земли, так и хозяйственную деятельность на ней. Однако она, вопреки законодательству, чудесным образом оказалась в границах земельного участка, который активно застраивается. Такой пример в отношении активов, связываемых с Аркадием Естафьевым, далеко не единственный. Даже не нужно далеко уезжать из Дангуза. Вокруг деревни значительное количество полей. Например, это. Разрешенный вид использования земли для сельхозпроизводства в границу участка также попал ручей Ермоловка с его прибрежной защитной полосой, режим которой исключает сельскохозяйственное использование. Вопрос, как и кто формировал данные земельные участки и почему чиновники не принимают никаких мер по устранению нарушений. Например, в региональном министерстве природных ресурсов об этом нарушении знают. Об этом говорится в ответе ведомства на редакционный запрос. Однако никаких мер при этом не принимают. Ведомство исполнило роль обычного почтальона, подтвердило факт нарушения и отправило бумаги для принятия мер реагирования в администрацию Балтайского района. Так каким же образом земли прибрежной полосы вокруг оказались под поместьем и полем с подсолнечником? Искать ответ на вопрос идем у главы района Александра Грунова. Но чиновника целый день не было на рабочем месте. Начальник в отъезде, рассказали в съемочной группе. История аналогичная той, что творится в Дангузе и в селе Пелюгина. Вдоль ручья Грязнуха пахотная земля. В границу участков также чудесным образом попала прибрежная полоса местного ручья Грязнуха, 50 метров от границы береговой линии. Но это еще не все. Территория береговой полосы по закону вообще не принадлежит оформлению в частную собственность. Однако болтайские чиновники и на этот запрет закрыли глаза. А это уже Малая Караваевка в том же Балтайском районе, защищенная лесом и обрывистым берегом реки Кочелай. Здесь расположена ферма, занимаются разведением крупного рогатого скота. Это тоже актив, связанный с Аркадием Ястафьевым. По одной из версий, все стоки от хозяйственной деятельности объекта уходят прямиком в водоем. В профильном Минприроды, впрочем, никаких нарушений не нашли, констатировав, что на объекте есть выгребные ямы. Но вопрос остался, а куда же еще деваются продукты жизнедеятельности коров и стоки из выгребных ям? И соответствуют ли сами эти сооружения требованиям природоохранного законодательства? Земли в Барнуковском округе. Особенности данной территории можно разглядеть только сверху. По данным редакции, здесь ведется добыча полезных ископаемых. Следы работ видны невооруженным взглядом. Какой шанс для Минприроды проявить себя, накрыть нарушителей с поличным? Тем более, что ведомство сообщает, лицензии на право пользования недрами в этих карьерах никому не выдавалось. Но чиновники снова проявили потрясающую скромность. Бумаги для принятия мер направлены в межрегиональное управление Росприроднадзора. Не реагирует на происходящее и местная прокуратура. Это стало трендом последнего времени. Региональная власть всячески демонстрирует лояльность Аркадию Евстафьеву, не особо сопротивляясь даже в вопросах раздела земли бывшего Саратовского аэропорта. Что же тогда ждать далекому Балтайскому району, где жизнь идет своим чередом? Судя по всему, такое стало возможным с молчаливого согласия или прямого одобрения внутриполитического блока регионального правительства. Отсюда и странность в политике Пулы Евстафьева. Высшее руководство страны на страницах его изданий подвергается ожесточенной критике, в отличие от руководства области и Саратова.